Здравствуйте, дорогие друзья! Слышно меня? Немножко пораньше мы начнем. Разрешили мне начать пораньше? Слышно меня? Прошу обратную связь. Слышно? Ответьте кто-нибудь. И я начну. Уверена, что все в порядке. Отлично. Здравствуйте, дорогие коллеги, дорогие друзья! Я... Спасибо большое, что нашли время уделить его такой необычной теме оздоровительного и лечебного туризма, теме интересной, теме всесезонной. Меня зовут Ирина Перова, я представитель отеля InSana Health Spa Hotels, абсолютно нового бренда, с которым сегодня вас познакомлю. Не каждый день и не каждый год выходят, особенно в Европе, новые бренды, поэтому событие такое значимое, эпохальное в чем-то. Очень рада представить вам ведущего оператора оздоровительного, лечебного спа-отдыха в Европе. Отель InSana – это новый бренд всем известных отелей Danubius. И основным критерием, по которому отели компании Danubius переходили в новый бренд, это наличие... Это наличие лечебной базы спа-центра, медицинских программ непосредственно в отеле. Поэтому абсолютно не все отели вошли в новый бренд InSana. Это все отели в Марианских лазнях в Чехии, это все отели на курортах Пештяны и на курортах Смордаки в Словакии, это вот здесь. Это пять отелей в Венгрии, два отеля в Будапеште на острове Маргетцигет, и два отеля на озере Хевис, и один отель в Шарваре. И отели на курорте Савата в Румынии. Курорт нам неизвестный, не очень просто туда добираться, тем не менее, несколько слов про него обязательно скажу. Самое большое количество изменений будет в Венгрии, поэтому там поподробнее расскажу, кто вошел, кто не вошел, кто с кем объединился и так далее. Ну, немножко про лечебный туризм, про компанию InSana, и вообще почему мы решили вывести вот так вот новый бренд, казалось бы, такое рискованное мероприятие, отели до Нобиуса все знали, но это неким образом ответ на вызов времени, ответ на новые потребности наших гостей, наших клиентов. Наши гости хотят, помимо лечебных программ, которые мы всегда славились и которые мы прекрасно делаем, гости хотят, и во всем мире, собственно, этот тренд такой общемировой, гости хотят релакса, гости хотят оздоровления. У нас принято теперь и модно в какой-то степени быть здоровым, быть активным. Везде слышатся лозунги «Активное долголетие», везде мы слышим «Здоровый образ жизни». И вот в ответ на вот эти новые тенденции, на новые запросы, мы вводим новый бренд, который будет не только лечебным, но и носить очень большую оздоровительную нагрузку. И если большинство отелей, в общем-то, в Европе предлагают вот этот спа-отдых, не имея природных ресурсов, то в компании «Инсана» очень хороший спектр природных ресурсов. Основные ресурсы, на которых стоит компания, на которых основываются программы компании «Инсана», это вода. Она у нас на различных курортах минеральная, термальная, серная и соленая. Это грязи, они также у нас минеральные, соленые и серные. И это природный газ. Это вот три основных, собственно, вот здесь такая у нас диаграммка красивая, но на русский не переведенная, такие три основных столпа, на которых основываются бренды, на которых строятся абсолютно новые программы, в том числе программы «Биобаланс», о которой расскажу немножечко позже. Итак, чтобы вот для полного понимания, семь отелей в Чехии, семь отелей в Словакии, пять – в Венгрии. В Румынии, не смотрите на расхождение, теоретически там отелей три, просто один сейчас закрыт на полную реконструкцию, так что мы поговорим с вами о двух отелях. Еще из преимуществ компании «Инсана» – это то, что вы всегда можете предложить вашим гостям, вашим клиентам отели от двух до пяти звезд. То есть лечение – это такой продукт, когда люди всегда выбирают между тем, что им всегда колеблются, то ли им взять больше дней и продлить свое лечение, то ли им взять большую звездность – это всегда вопрос выбора клиента. В компании «Инсана» есть что предложить. Если человек не проходит, предположим, уровень 5 звезд, то всегда можно предложить 4, не проходит уровень 4, можно предложить 3. И во всех отелях компании «Инсана» лечение будет абсолютно одинаковое. Медицинские центры, программы и прочее – это все клиент получит в любом отеле «Инсана», будь он 2 звезды или 5 звезд. Ну, а уровень проживания, питания, конечно, будет разный в зависимости от звездности. И еще хотела, прежде чем перейдем мы к курортам и к рассмотрению различных стран и регионов, хотела обратить внимание на такой момент вообще, почему надо продавать лечебный туризм, лечебные программы, лечебные отели, почему это важно, почему это выгодно, почему это приятно. Ну, во-первых, это очень благодарные клиенты. Когда вы продаете лечебные курорты, лечебные отели, лечебные программы, к вам приезжает обратно абсолютно довольный человек, ему стало лучше, будь то серьезное заболевание, он получил значительное облегчение в санаторно-курортном лечении, будь то просто оздоровление, когда человек поехал на 7 ночей, просто так вот немножко привести себя в порядок, он все равно будет чувствовать себя лучше. И даже если человек поехал на 2-3 ночи, мы никаким образом не будем говорить, что у него прошла какая-то лечебная программа, но тем не менее он получил какой-то заряд бодрости, он получил несколько процедур, основанных на природных ресурсах, и он уже вернется к вам абсолютно другим человеком, вы услышите много спасибо в свою сторону. Второй момент, почему надо продавать, и почему интересно продавать отели, потому что это продукт всесезонный. Когда у нас все съездят на пляж летом, и все это у всех заканчивается, люди вспоминают про то, что у них есть какие-то проблемы со здоровьем, в том числе это первое. Ну и для нас, для, скажем так, для работников сферы туризма, это всегда прекрасная возможность бронирования и заработка в межсезонье, когда, в общем-то, все мы прекрасно знаем, это не так просто. И тут как раз помогает лечебный туризм. В третий момент, почему хорошо заниматься с лечебным туризмом, бронировать лечебные программы и отели, это потому что это хороший пакет, хороший заработок. Это не две звезды в городском, не две ночи в городском отеле. Это достаточно большой период. Это хороший ценник, это хорошая комиссия. И клиент ваш также будет всегда доволен, потому что ценообразование строится так, что в стоимость входят и проживание, и питание, и лечение. У вас получается хорошая цена, а у клиента получается выгода, потому что на месте, если он приедет на курорт и будет бронировать так называемую процедуру а-ля карт, у него будет, во-первых, это дороже, во-вторых, ему будет сложнее встроиться в график. Я регулярно слышу какие-то, ну, скажем так, нарекания и вопросы, что люди приехали заранее, не бронировали программу, а потом они приехали на курорт и не смогли забронировать какие-то процедуры, о которых мечтали, которые хотели. Да, так бывает, когда сетка плотная, когда полная загрузка отелей. Основной акцент, основное время уже расписан для тех, кто забронировал программу с лечением. Оно у нас разнообразное по количеству процедур, а те люди, которые бронируют без процедуры, вот хотят уже встроиться, ну, на оставшиеся места такое возможно, поэтому всегда надо объяснять клиенту, что лучше и правильнее бронировать с лечением изначально. Ну, после такого опыта в сторону лечебного туризма, давайте перейдем аккуратно к первому курорту. Это курорт известный, я уверена, что все его хорошо знают. Курорт Марианский Лазни, это Чехия. В центре Европы расположенный курорт. Удобно добираться из Праги, из Мюнхена, из Нюрнберга, везде из разных городов у нас есть различные варианты перелетов. Плюс из некоторых городов, ну, из Москвы, вот точно есть регулярный рейс в Карлово-Вар, это тоже удобно. То есть вариантов, как добраться, достаточно много. Курорт Марианский Лазни интересный. Всегда говорю разницу между любимым и популярным курортом Карлово-Варо. Да, они, все мы знаем, что наши цари любили ездить в Карлово-Варо, наши знати, как бы так вот, так сложилось исторически, что и мы за ними тоже тянемся в Карлово-Варо. А вот европейская элита для себя облюбовала Марианские Лазни. И здесь творили и писатели, и гетты, и ниццы, и здесь мекка музыкантов. Здесь до сих пор летом проводятся музыкальные фестивали. Практически весь август все концертные площадки гремят, конкурсы, концерты. Здесь творили Шопен, Штраус. Вот фестиваль Шопена непосредственно проводится в августе. Такой самый, наверное, известный. В чем-то можно сравнить с Зальсбургским фестивалем по такому, по значимости. Любили этот курорт короли и императоры, в том числе король Эдуард VII, например, облюбовал наш отель Новая Лазни. И до сих пор там сохраняется историческая кабина, в которой вот делали процедуры. Королю можно, в общем-то, почувствовать себя королем-королевой. Такое вот очень много приятных таких исторических моментов. Но самое главное, почему Марианские Лазни интереснее, и почему они в чем-то, ну, гораздо большему количеству людей нужны. Потому что здесь огромный спектр минеральных источников. Источники очень разные по химическому составу. Если Карловая Вара – это один тип источника, который направлен на борьбу с гастро- и кишечными заболеваниями, то в Марианских Лазнях это порядка семи различных видов, скажем так, химического состава, которые показаны при различных заболеваниях. Плюс в Марианских Лазнях – это торфяные и грязи лесные, которые идут, скажем так, как дополнение в курортную программу. Никаким образом не будем их сравнивать с грязями, о которых позже пойдет речь в Словакии и Венгрии. Здесь это такой в комплексе идет. И, конечно, это углекислый газ Марии, который, собственно, и дал название курорту Марианские Лазни, который уникален. Ради него, ну, наверное, половина людей едут на курорт ради него и хотят натуральный газ, хотят газовые уколы с природным газом, а не с каким-то, который довезли с трудом до Москвы. Источник Мариинского газа находится в одном из наших отелей. Так что курорт интересный, и призываю всех вот так вот обратить внимание и поизучать, потому что я позже отправлю всем информацию по курортам и по источникам и электронные брошюры. То есть будет возможность просто взять, почитать как-нибудь там на досуге ноябрьскими вечерами, когда Новый год все забронируют, и решим что-то еще, что надо что-то еще забронировать. Тогда вот призываю всех вспомнить про то, что лечение – это именно то, что нам нужно. Ну, а мы переходим к карте курорта Марианский лазник. Курорт небольшой, очень лесной. Небольшая, такая небольшая, ну, сложно назвать гористая, скорее холмистая местность. Источники выходят повсеместно на курорте и, в принципе, как бы в культуре питья минеральной воды. Правильно дойти до источника, выпить воды и дальше минут 30 ходить. Это такой постулат приема минеральной воды, которые вот для хороших показателей лечения надо, в общем-то, соблюдать, стараться. Здесь у нас находится в настоящее время 7 отелей, а не 9, как раньше, потому что некоторые отели у нас объединились. Но по порядку. Флагман нашей цепочки в Марианских лазнях – это отель «Энсана Новой лазни». Это «Пятерка», отель, в котором есть римские термы, такой уникальный продукт для Марианских лазни, потому что открытых бассейнов и термальных бассейнов, как в Словакии, в Венгрии. Здесь нету, нет такой культуры. Здесь все-таки курорт питьевой, и все бассейны закрыты. Так вот, в Новой лазни есть римские термы, термальные, теплые, приятные. Здесь свой медицинский центр только для клиентов пятизвездочного отеля. Историческое здание. Ну, курорт двухсотлетней истории, поэтому, в общем-то, практически каждый наш отель – это памятник архитектуры, это историческое здание, исторические номера. Возможно, вспомнить, кто отдыхал в этом отеле из известных людей. То есть такой вот… Можно прикоснуться, не только полечиться, но немножко прикоснуться к истории. Далее в цепочке нашей отели – это отель «Центральный лазни», который после введения нового бренда «Инсан» объединен с отелем «Мария Спа» под единое название «Центральный лазни». Однако в этом отеле будет крыло «Мария Спа». «Центральный лазни» – отель, в котором… Как бы, собственно, это первый отель на курорте. Вот здесь был построен и заложен камень, скажем так, первого отеля-курорта «Марианский лазни» когда-то 200 лет назад. И в этом отеле у нас расположен детский медицинский центр. То есть те, кто едут лечиться с детьми, комфортно, удобно разместиться здесь. Но все вот эти отели соединены… Вот здесь нарисовано вот такой вот оранжевый, как коридор, соединены подземным коридором. То есть гости, которые живут в любом из этих отелей, могут ходить в соседний, в бассейны, в косметологические услуги, если по какому-то виду это интереснее. И могут пользоваться «СПа». То есть это абсолютно такой вот огромный комплекс курортных отелей. Гости могут пользоваться любым. Крыло «Мария Спа». Именно здесь выход углекислого газа, «Маринский газ» именно здесь у нас выходит. Чуть позже будет слайд, когда поговорим о болезнях. Там будет прям как раз фотография вот этого «Маринского озерца». Здесь 30… Отельчик небольшое крыло такое у нас «Мария Спа». Здесь 36 абсолютно новых номеров реновированных, поэтому номера очень востребованные. И всегда как бы поклонники вот этого вот ранее отеля, а теперь крыла в отеле «Центральной лазни», всегда призываю бронировать заранее. В сетке бронирования на нашем новом сайте, кстати, посмотрите наш новый сайт, insanaotels.com, очень красивый, с очень красивыми такими настроенческими фотографиями. Номера в отеле «Мария Спа», в крыле «Мария Спа» по-прежнему можно будет выделить в сетке при бронировании. Они так и будут обозначаться. «Супериор Мария», да, то есть всегда будет приставочка, что эти номера расположены в крыле «Мария Спа». То есть ваши гости получат то, что они привыкли получать. Никакой путаницы здесь не будет. Далее, если идти по нашему коридору или идти по улице, вот как бы вокруг вот этой вот площади, мы приходим в отель «Звезда», «Хвезда». Ранее здесь было два отеля «Хвезда» и «Империал» и еще резиденция «Ниаполь». Теперь все вот эти вот три здания объединены в отель «Хвезда». Это один из самых больших столкомплексов. Здесь самый большой на курорте бассейн. А ориентир отеля, вообще вот как бы этих вот двух зданий, это косметология, это программа красоты, это детоксы, это программа снижения веса. То есть это, как я говорю, отели для девочек. То есть там, куда мы можем поехать, привести себя в порядок. Здесь два косметологических абсолютно разных центра. То есть очень много чего можно интересного сделать, чтобы вот себя немножко привести в порядок или вообще привести, как бы получить какой-то другой уровень собственного ощущения. Как я еще раз говорила, отели соединены коридором, поэтому можно спокойно курсировать. В центре курорта расположена колонна, да, здесь расположены три основных питьевых источника. И, собственно, сюда ходят люди. Это вот буквально две минуты из каждого отеля, если вообще не одна. Сюда приходят люди просто погулять, пообщаться, попить воды. То есть такой, здесь наши знаменитые фонтаны, здесь летом разбиваются какие-то площадки культурные, то есть очень такое место приятное для общения. Ну, а мы переходим на другую сторону площади, в другую сторону от колоннады. Здесь расположен отель «Пацифик», отель четырехзвездочный. Главное отличие его от вот этого большого комплекса отеля, это то, что отель очень камерный. Тоже историческое здание, тоже двухсотлетняя история, но только здесь больше преобладают люди в возрасте, которые любят, чтобы знали каждого клиента. Здесь действительно готовы исполнить любую просьбу, в общем-то, человека в возрасте, отнестись к нему адресно, с пониманием. Такой вот хороший вариант для таких людей в преклонном возрасте. Отель очень и очень возвратный, имеет своих клиентов, которые едут из года в год именно сюда. Это те люди, которые не хотят инфраструктуры вот большого комплекса, хотят наоборот, побыть так вот аккуратненько сами с собой. Еще один четырехзвездочный отель, отель Бултава, стоит немножко в стороне, так вот на возвышенности. Здесь у вас есть полное ощущение, что вы вообще живете в Европе, что вы где-то вот просто снимаете квартиру и так далее, потому что такой абсолютно жилой в чем-то район Марианских Лазни, очень немноголюдно, очень приятно гулять, очень хороший свежий воздух. Ну, собственно, он везде здесь свежий, потому что транспорта практически нет, город-курорт, разве что троллейбус ходит, опять же, экологичный транспорт. В отеле Бултава теперь объединены резиденции Берунка и Витков, то есть вы их тоже теперь отдельно не найдете, просто если они нужны, а они востребованы, то надо идти в отель Бултава и там находить при бронировании как раз вот известные вам резиденции, люди, живущие в резиденциях, пользуются инфраструктурой отеля Бултавы и ходят туда кушать при желании. Отель Пацифик, вот тут я не знаю, надеюсь, что... Отель Баттерфляй, надеюсь, что его видно, потому что у меня немножко закрыто. Заставкой отель, единственный отель в цепочке Энсанна в Марианских Лазнях, который современный, который не имеет 200-летней истории, он построен в конце прошлого века, отель, в котором абсолютно одинаковые номера, свой спай, медицинский центр, свой бассейн, такой очень самодостаточный отель, очень любят его группы, потому что это удобно, они все получают одинаковый номер по размеру, по конфигурации, это всегда все проще и комфортнее. И последний отель, про который хочу сказать, это отель Свобода и резиденция Лабе, она также теперь входит в его состав. Это отель трехзвездочный, в нашей цепочке в Марианских Лазнях это один единственный отель три звезды, но в нем в этом году были значительные изменения, и вообще надо отдать должное как бы новым владельцам и новому бренду. Практически на каждом курорте происходит в той или иной степени разная абсолютно по масштабу инновации. Они затрагивают где-то отели, где-то только спа-центры, где-то номера, но в любом случае это такой вот живой организм и очень большие деньги вкладываются именно в то, чтобы вывести отель еще на более высокий уровень. Так вот, в отеле Свобода три звезды в этом году открылся абсолютно новый спа-центр, современный, вот прям с таким каком-то, может быть, немножко австрийским таким дизайном, очень красивый, очень уютно сделана небольшая такая реновация легкая по номерам и отель с этого года будет работать круглогодично. Раньше он у нас закрывался на зиму, с этого года он работает круглый год. Вот, собственно, пробежались мы по отелям, теперь по заболеваниям, какие же заболевания лечатся у нас в Марианских лазнях. Это почки, мочевыводящие пути, это первое, первое направление. Второе, это аналогично Карл-Умбарам заболевания, связанные с пищеварением, желудочно-кишечным трактом, желчным пузырем, это второе направление. Сердечно-сосудистые заболевания тоже, поскольку курорт, лесной курорт с большим количеством разнообразных минеральных, минеральных источников, разнообразных по химическому составу, очень много программ, направленных на снижение симптомов гипертонии, то есть очень хорошо людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Опорно-двигательный аппарат. Не могу сказать, что это такая же вот прям серьезная специализация, как мы будем говорить позже в Словакии, но тем не менее грязи, газовые уколы, делают свое дело, есть программы, направленные именно на снижение воспаления, на снижение боли, на оздоровление опорно-двигательного аппарата. Дыхательные пути, как я уже говорила, Мариинский газ, вот здесь вот как раз вот фотография Мариинского озерца, это такой сухой бассейн, люди садятся, вот гости, пациенты, не знаю, как правильнее назвать, у кого, насколько, наверное, серьезные заболевания, садятся в удобное кресло, транслируется кино и подается углекислый газ, примерно вот до середины груди он доходит, люди дышат, процедура длится 20 минут, и потом можно, у тех, у кого прописано, можно пойти на ингаляции, вот в отеле как раз Мария Спа, это все расположено, и дальше стоят ингаляционные аппараты, в которых гости могут сделать ингаляции, кому прописано. гинекологические проблемы также успешно решаются на курорте, это и различные симптомы и трудности менопаузы, это половые дисфункции, различные воспаления, то есть хороший такой спектр заболеваний гинекологических, которым помогают на курорте. И еще последнее, к сожалению, последнее время очень востребованная тема, это оздоровление в стадии онкологической ремиссии. Конечно, онкологию мы не вылечим, но людям, которые прошли лечение с онкологическим диагнозом, у которых наступила стадия ремиссии, есть прекрасные оздоровительные программы для того, чтобы привести организм в хорошее состояние, чтобы можно было, просто общее оздоровление и укрепление организма. Мы берем таких больных и очень хорошие результаты. Ну и очень кратко, по отелям я уже не буду пробегаться, позже вам вышлю спецификацию по номерам и по нюансам, здесь вот коротко написано, где какие, но мы вроде по всем прошли, нюансы по отелям. И немножко хотела затронуть тему программ. Как я говорила, выгодно бронировать лечебные программы, выгодно бронировать с лечением. Во всех отелях компании «Инсаны» всегда есть традиционная классическая программа, которая бронируется минимально на 7 ночей, а лучше 14, а еще лучше 21 ночь. Да, у нас всегда наши, вот как бы наши бабушки, дедушки и врачи-курортологи говорили нам, что 21 день – это оптимальный санаторно-курортный курс для того, чтобы достичь длительной ремиссии какого-либо заболевания и просто получить хорошее оздоровление и укрепление. Соответственно, это 24 процедуры в неделю, это полный пансион. Есть программа, она в разных отелях по-разному называется, оздоровительная, расслабляющая, она тоже бронирует соцсеменачей, но здесь будет 12 процедур и полупансион, то есть она немножко сокращенная для тех, кто хочет, во-первых, для тех, кто не имеет сильных каких-то серьезных диагнозов и для тех, кто хочет совместить оздоровление с какой-то экскурсионной культурной программой. Тогда можно поставить процедуру, например, в первую половину дня или во второй, а во вторую половину дня поехать спокойно на экскурсии, благо в Марианских лазнях возможности экскурсии безграничны. Есть проживание без лечения, оно абсолютно, вот как я уже говорила ранее, невыгодно бронировать его, если человек собирается брать потом процедуры, но его часто берут, потому что будет дороже, но его часто берут для сопровождающих, когда человек едет с каким-то сопровождением, человек берет себе просто без лечения, только завтрак доплачивает, предположим, за полупансион или за полный пансион и как-то комплектует в себе немножко другую программу. Из таких вещей, которые абсолютно новые, такой новый акцент в наших отелях, это короткие программы, wellness программы, релакс, они абсолютно по-разному называются, зависит от того, какие процедуры и сколько их входит в данную программу, это может быть одна процедура в день, две процедуры в день, какие-то массажи, очень много спецификаций, не буду глубоко углубляться, это можно там изучать на сайтах, обычно берут люди, которые приезжают на один-два дня, но опять же могу сказать, что в последнее время это стало очень популярным, когда человек едет там на три дня в Прагу, например, катается, смотрит, там устает бесконечно, а потом просто на два-три дня в Марианский лазе немножко отдохнуть, немножко вздохнуть, погулять, попить водички, сделать какие-то оздоровительные процедуры и свеженькими вернуться, в общем-то, к рабочим будням. Программа снижения веса я уже упоминала, программа популярная в нашей стране, ее любят бронировать, поэтому имейте в виду, что она есть, она с определенной диетой, с определенным комплектом физической нагрузки, так что пользуется спросом. Ну, а мы переезжаем на курорт Пештианы, меня хорошо слышно, только тишина, ни одного вопроса, я пугаюсь. это Словакия, курорт тоже с очень долгой историей, это курортный остров, расположен на реке Ваг, 80 километров от Братиславы, 140 от Вены, удобно добираться и оттуда, и оттуда, по времени получается очень небольшая разница, поэтому смотрите на рейсы, смотрите на цены, очень часто, например, из Москвы получается, что если вы не успели купить, или по каким-то причинам не подходит авиакомпания Победы, которая летает в Братиславе, то Вена с ее многообразием рейсов, разнообразными какими-то вариантами по расписанию, оказывается, часто интереснее, а по времени, по километражу, в общем-то, примерно, ну, такое же, ну, как по нагрузке вот это расстояние и временной. Итак, здесь тоже 200 лет санаторно-курортного лечения символом. Пештиан является вот этот вот человечек, ломающий костыль, это мостик пешеходный, соединяющий город Пештиана и курортный остров, вот на верхней картинке он есть, сейчас мы его увеличенно покажем. Вот, собственно, вот он, этот большой курортный остров, на острове есть отели, вот еще один комплекс отелей, есть общественный бассейн, который работает для гостей, для всего города, ну, те, кто не живут в отелях, есть гольф-поле, есть велодорожки, прогулочные дорожки. Основное направление курорта это лечение опорно-двигательного аппарата, когда-то очень давно, 200 лет назад на острове, ну, собственно, грязи были открыты изначально очень давно, но появились два человека, два брата, которые решили использовать лечебную силу вот этих грязей и построить здесь курорт. И построили здесь очень интересное сочетание отелей, интересно, потому что я такого вот больше нигде особо не встречала, таких комплексов. здесь огромное шикарное здание в стиле модерн, отель Этермия Палас, это пятерка, это прям вот дворец с картинами Альфонса Мухи, потому что он лечил здесь свою дочь, был прекрасный, были результаты, и он в благодарность вот курорту и клинике за то, что ему так помогли с ребенком, он бесплатно расписал везде вот свои картины, очень красиво это все смотрится. У отеля пятизвездочного свой спа-центр Ирма. И двухзвездочный отель Pro Patria, это тоже историческое здание с 200-летней историей, вот оно так веером отходит, это корпуса, в которых расположены номера. Здесь же расположен медицинский центр, а плавательный бассейн, они ходят вот сюда, в медицинский центр Наполеона. Также в центр Наполеона ходят люди, которые живут в отеле Хэнсана, но за рекой. Такая тоже возможность есть, вот на следующем слайде покажу именно по схеме. То есть вот это вот сочетание, что было построено отель попроще и отель лакшери, вот так вот скажем, интересное и необычное. Что еще хочу сказать по поводу отеля. Есть такая процедура, ради которой многие люди, которые вот знают, что такое лечение серными грязями, ради которой люди едут. Это грязевые бассейны. Не каждому показано, тем не менее, очень все хотят. Так вот, эти грязевые бассейны, в которые вы входите, да, вот в сам непосредственно бассейн, вот прям вот в грязь, они могут технически располагаться только там, где выход серных грязей. То есть технически эти бассейны могут быть либо в пятизвездочном отеле в центре Ирма, либо в двузвездочном в Наполеоне, да, в медицинском центре Наполеона. В отелях, которые построены позже, отели 70-х годов, это четверка Эспланады и трешечка Сплендит. Вот они два отеля, но между ними пешком пройти минут пять. То есть это не какое-то огромное расстояние, как вот тут кажется, это рядышком. В этих отелях и в этом медицинском центре огромном это невозможно принятие вот этих серных купаний именно в грязевом бассейне. Здесь будут только грязевые обертывания. Ну вот так вот устроен остров, да, чтобы вот нам на схеме было понятно. Соответственно, гости пятизвездочного отеля пользуются медицинским центром Ирма, гости отеля двухзвездочного пользуются медицинским центром своим и курортным центром медицинским Наполеон. Также центром Наполеон пользуются гости, проживающие в отелях Инсана Ялта. И у нас есть ряд вилл, которые тоже принадлежат отелю Ялта. Такой вот симбиоз, они кушают туда, ходят в Ялту, но живут в отдельных таких резиденциях. Медицинские программы у них в комплексе Наполеон. И огромный совершенно комплекс, состоящий из отеля Эспланада. Это четыре звезды. В нем два крыла, Эспланада и Палас. И отель трехзвездочный. В нем также два крыла, Сплендит и Грант. Между ними, соединенный коридорами и работающий на два отеля, огромный медицинский центр. Был реновирован в 2015 году, то есть он абсолютно свежий, оснащенный новейшим оборудованием, не только для принятия грязи, терапии, минеральных, вантермальных бассейнов и так далее, но огромный спектр физиотерапии. То есть такая вот возможность оказать помощь практически при, наверное, любом заболевании опорно-двигательного аппарата. Но единственный момент для тех, кто хочет именно залезть в грязевой бассейн, это, возможно, в пятерке и в двушке. Такой вот нюанс есть. Но по действию грязи это абсолютно одинаково. Залезет ли он в бассейн, сделает ли ему обертывание. То есть это очень такие вещи схожие. Что касается основных диагнозов в пештянах, это лечение опорно-двигательного аппарата. Это боли в спине и шее, артриты, артрозы, ревматоидные, артриты, ревматизмы, коленные суставы, тазобедренные суставы. То есть все, что связано с суставами, с хрящами, костями, здесь оказывают помощь. Люди приезжают сюда из года в год. Кто-то ездит раз 6 месяцев, кто-то ездит раз 8, кто-то раз в год. Артрит и ревматизм, к сожалению, такое заболевание, которое вылечить нельзя, но можно облегчить состояние. Поэтому у людей, к сожалению, которые этим страдают, в основном это люди преклонного возраста, но, если честно, сейчас молодеют. Эти больные молодеют, потому что не так много двигаемся, увы, мы более молодое поколение. Поэтому это возвратные клиенты, это люди, которые из года в год будут приезжать, бронировать, выбирать, единственное, что они будут выбирать, собственно, это в каком отеле им жить, потому что лечение во всех отелях, медицинские программы, процедуры везде будут одинаковые. От двух до пяти звезд они могут выбирать, но медицина будет одинаковой. И в этом, в общем-то, очень большой такой плюс и большое преимущество отеля InSana, что можно всегда выбрать, можно всегда сделать вот этот люфт. Как я уже говорила, пятизвездочный отель Termia Palace, четверка Esplanade, трешка Splendid, двушка Pluripatria и отель и вилочки, которые стоят на другом берегу, и вот по пешеходному переходу люди ходят. Во всех отелях есть открытые термальные бассейны, во всех отелях есть медицинские программы, медицинские центры. Что касается программ, здесь такие же программы вот по сути своей, как и в Марианских лазнях, то есть это минимальная программа 7 ночей, а если мы берем серьезные заболевания, а в Пештяны едут люди, ну, в общем-то, с достаточно серьезными заболеваниями люди в основном едут лечиться. Это лучше брать 14, а еще лучше 21 ночь. Также есть программа укороченная, здесь 18 процедур, есть программа без лечения проживания, также в основном берут те, кто сопровождающий. И из таких новинок, которые вот мы хотим с новым брендом, с новыми такими веяниями на злобу дня, что называется, которые мы хотим освоить и предложить нашим гостям, это разнообразные программы велноса, релакса и прочего. У нас очень современный, креативный спа-директор, который создал свою программу, называемую биобаланс, которая проходит, вот сейчас она доступна только на курортах Пештяны, только в трех отелях курорта Пештяны, но со временем, наверное, появится, я надеюсь, во всех остальных отелях. Это программа, которая основывается на индивидуальном подходе к человеку, на сочетании физических тренировок, процедурного ухода, питания, то есть это такое вот, собственно, очень модная, современная тема, мы все пытаемся найти баланс в нашем организме, и вот биобаланс призван, собственно, вот помочь человеку завести свой организм, что называется, заставить его работать и продлить свое активное, в общем-то, ну, у кого-то активное долголетие, у кого-то просто активный образ жизни. И хотела также сказать, что в этом году в отеле Термия Палас у нас, наверное, самые большие капиталовложения были сделаны, у нас была полная реконструкция спа-центра Ирмон, новый, современный, мы открыли абсолютно новый спа-центр и семь абсолютно новых номеров. Вот так вот выглядит у нас теперь наружный бассейн открытый, он примерно в два раза стал больше, это термальный бассейн, просто несколько фотографий покажу для удовольствия, для красоты. Вот так выглядит внутренний закрытый бассейн, зона спа, зона релакса. Вот так вот выглядят современные номера, они абсолютно другие, никакой исторической составляющей здесь нет, а расположены эти номера, сейчас вот будет фотография, вот оно, основное здание, а это крыло именно спа-центра Ирмы, и вот в этом крыле расположены вот эти новые современные номера, они с балконами, они очень вот абсолютно другие. В этом году они продаются по той же цене, что и категория Делакс по наличию, все, правда, в них хотят поселиться, очень тяжело, все спрашивают, но кому-то удается попасть, кто первый и кто спросил. Вот, ну а со следующего года будет другая ценовая политика, они, конечно, будут дороже, немножко, ну, потому что уж больно хороши. Ну а мы аккуратненько переезжаем на другой словацкий курорт, я не буду здесь долго говорить, это курорт Смордаки, или, как еще называют, Мертвое море Словакии. Здесь уникальная минеральная вода, уникальные сульфидные грязи, которые имеют совершенно другой спектр лечения, здесь эффективно справляются с проблемами, с проблемами кожи, кожные заболевания, это разнообразные, даже перескочу, разнообразные дерматиты, атопические дерматиты, очень много детей лечат, псориазы, в том числе псориатические артриты, то есть очень-очень такой широкий спектр заболеваний. Курорт очень востребованный, вернусь я на отеле, курорт очень востребованный, курорт круглогодичный. По отельной базе у нас на данный момент здесь один отель, тоже вот они объединились у нас здесь, поэтому у нас сейчас один отель, хеллспа отель Смардаки, и в нем различные корпуса, и в планах на этот год сделать реновацию курорта, потому что отельная база не очень современная, поэтому какие-то средства будут компании вложены, но тем не менее прошу просто учесть, что несмотря на то, то, что может быть не очень современная отельная база, лечение здесь превосходное, сами доктора, я разговаривала с докторами, особенно с детскими врачами, очень хорошие результаты, очень многим помогают, то есть вот, как говорится, немножко может быть скромное размещение, но прекрасное лечение. Здесь также есть такие же традиционные программы, плюс дерматологическая программа, которая включает в себя, помимо традиционных ванн, грязевых обертываний и прочее, еще огромный спектр процедур, направленных на лечение кожных заболеваний. Ну, а мы выезжаем из Словакии и едем в Венгрию. Направление, которое известно всем, направление хорошо знакомое. Здесь у нас осталось под брендом Инсана всего пять отелей. Это два отеля в Будапеште на острове Маргетциет. И с них я начну. Соответственно, центр города, остров на Дунае, вот он нарисован, сейчас мы на него перейдем. Аэропорт Будапеште расположен очень близко, это 25 километров, буквально приземлились, и вы уже практически в отеле. Здесь у нас на природном острове в центре города расположены два отеля. Это Гранд и Термаль. Обратите внимание, они у нас переименованы. Вот сейчас покажу полное название. Немножко мы их облегчили. Прочтение. Я не знаю, куда-то вбежала. Прочтение этих отелей. И теперь у нас не Маргитцигер, а Маргарет. Вот так вот решили назвать. Вот, соответственно, один из отелей в стиле модерн, современный, красивый, с прекрасным рестораном, с живым оркестром по вечерам, очень такой вот прям стиль Будапешта. Второй отель, Термаль, современный, с реновированными номерами. Кстати, прошу отметить, это относится и к Словакии, и ко всем другим курортам. У нас всегда можно выбрать реновированный номер и нереновированный. Вы увидите разницу в цене при бронировании, они идут разной цены, но всегда можно удовлетворить, что называется, желание любого клиента. Если клиенту это категорически важно, жить в номере категории, в номере реновированный, всегда можно ему это предоставить. Если клиент колеблется, можно предложить ему как более дорогой вариант, так и менее. В этом году из таких новинок, что мы сделали на острове, это полностью реновированы номера категории премиум. На будущий год намечена реновация категории экзекутив, вот, а в премиум можно уже всех размещать и так далее. Два отеля соединены своим единым медицинским центром, у них общая спа-зона, общая термальная, бассейн и выход термальных вод прямо здесь происходит. Ну, а что касается лечения, то, конечно, Венгрия, это не такое интенсивное лечение, как Словакия. Сами врачи говорят, что 10 дней в Словакии, это 21 день, на спештянах, это 21 день на Хевисе. Это именно по активности грязи. Но, тем не менее, Венгрия занимает огромный... В Венгрии прекрасно можно лечить проблему опорно-двигательного аппарата, боли в спине. Я вообще считаю, что тем, у кого, скажем так, не очень серьезная проблема, и которые вот справятся каким-то... Презентация будет до скачивания. Которые... сбилось... У которых нет каких-то очень серьезных, невозможных проблем, им вполне можно в Венгрии получить прекрасное лечение и... отличные результаты. Значит, быстренько на вопросы отвечу. Минимальное лечение. Я уже говорила, вот по программам, то есть минимально, если вы хотите какой-то результат, минимально 7 ночей. Это вот такой прям минимум. В идеале 14. Если у вас есть 21, будет прекрасный результат. Псориаз лечится на курорте Смордаке. Знаете, сложно всегда вот так вот говорить, псориаз вылечивают или нет. Грязи сопоставимы с Мертвым морем, поэтому... Очень похожие действия, очень хорошие результаты. Не берусь за себя, знаете, сказать, что все прям вылечим гарантированно. Медицина такая вещь, у кого-то вылечивается, а у кого-то не очень. Поэтому... Ну, просто облегчается. Поэтому, да, результаты прекрасные, иначе бы вот как бы люди туда не ездили. По поводу... В пещере ничего не скажу. Не готова ответить на этот вопрос про термальные... Не готова ответить про пещеры. Хевес. Не буду долго останавливаться, потому что все мы прекрасно его знаем и продаем, и любим. И люди у нас его знают. Это уникальное озеро, и я бы сказала, что оно единственное в Европе. Но поскольку я знаю, что у нас есть еще в Румынии, это очень похожее, интересное озеро, то не буду так говорить. Зимой температура примерно 23-25, летом температура до 36. Озеро теплое, на озере есть купальни. Зимой в основном люди купаются в купальни, но наши с вами соотечественники, мы с вами, мы наш, плавают в открытом озере, потому что мы, конечно, вот другие немножко люди. И вообще и в термальных бассейнах в зимний период, в основном, конечно, это вот как бы это россияне, русскоговорящие, да, я там не готова там паспорт у них проверять, но это мы с вами, мы любим, чтобы у нас был свежий воздух, нас не пугает морозец легкий, мы любим такое времяпровождение. Значит, про культурную программу сейчас расскажу немножечко, чуть дальше. Вот он, собственно, озеро Хевис. Курорт устроен так, что во все практически отели, они строились одновременно. Здесь у компании Инсана два отеля, Хевис и Аква. Есть подводы для воды из озера Хевис. Вообще работают по принципу, что вечером спустили воду и утром налили. Поэтому, в принципе, теоретически, если люди отдыхают в наших отелях, им в озеро ходить не обязательно. В озеро – это платное мероприятие. Вулкан, ну, пока не закипел, но озеро интересно, интересно, в озере не плавают, в озере тяжело, скажем так, грести, там вам дают такой спасательный круг, и вы там, знаете, как дети, обучающиеся плавать, вот как бы находитесь, да, так висите. Вот. Про Словакию сейчас скажу чуть-чуть попозже, спешу закончить, чтобы успеть все. Основное вообще, основное лечение в Венгрии, это совершенно прекрасный комплекс процедур, когда сначала вас подвешивают вот на такой вот здесь вот показан, такой, как я говорю, как игрушка на новогодней елке, вы висите в термальном бассейне, еще подкручиваете немножко, потом, это 20 минут висите вот так, еще грузики на ноги надевают, чтобы немножко позвоночник вытянуть. Далее у вас 20 минут грязевое обертывание из озера Хевис, и дальше у вас 20 минут медицинского массажа. Ну, вот такая программа, делают ее через день, потому что достаточно серьезно, потом, знаете, хочется полежать часа два, чтобы никто не трогал после вот этого всего. Вот, и, соответственно, отличные результаты достигаются, так вот, боли в спине проходят, хорошая реабилитация, то есть, отличная, скажем так, отличная профилактика, собственно, она есть на всех венгерских курортах. Про наши же отели, вот они два, Хевис, Аквы, скажу следующее, Хевис работает на полупансионе, Аквы работает на All-Inclusive, в Аквы будет детский клуб, и, соответственно, те, кто с детьми, больше любят туда поехать, и вообще Венгрия, это прекрасный вариант такого нашего межсезонья, ноября, там, вот, апреля, когда вот у нас тут непонятно что, и хочется куда-то в тепло, но все-таки не очень далеко, вот это вот прекрасный вариант, собственно, и Словакия, наверное, также, вот, времяпровождение какого-то такого хорошего, культурного и оздоровительного досуга. И последний отельчик, про который я упомяну в Венгрии, это отель Thermal Charbar, это четыре звезды, отельчик очень маленький, очень аккуратненький, не сравнить по уровню с известным спиритом, там все мне про него рассказывают, что он прекрасен, без сомнения, и по цене тоже прекрасен, но Charbar, это чудесный городок, уютный, маленький, с прекрасными парками, с замком, короли сюда приезжали, в Венгерске лечиться, такой вот отличный отель для медленного туризма, то есть, когда вы хотите отдохнуть, уединиться, с хорошим медицинским центром, прямо рядышком огромный открытый бассейн, то есть, прекрасное место для реноксации, для какого-то такого вот аккуратного времяпровождения. По программам. В Венгрии пока немножко другое ценообразование, но вы знаете все, что пока у нас лечение не входит в стоимость, и на следующий год у нас пока примерно такая же ситуация, но будем стремиться к тому, что будет единый ценник, то есть, хотим привести все в то, что лечение входит в цену в зависимости от программы. По программам здесь все примерно так же, зависит от количества процедур, и также лучше бронировать заранее, даже несмотря на то, что лечение не входит в цену, на курорте это будет дороже, ну и, собственно, вы получите здесь комиссию, все останутся довольны, клиент дешевле заплачет, агент будет тоже доволен и счастлив. И совсем коротко скажу, я вернусь сейчас к культурной программе, вот я вижу, у меня время чуть-чуть остается, я вернусь к культурной программе. Хочу сказать про один такой курор, про который мало кто слышал, это местечко Савата, это медвежье озеро Урсун, оно самое большое гелиотермальное озеро в Европе, оно в чем-то уникально, добираться сюда тяжело, и не каждый сюда поедет, поэтому долго останавливаться не буду, но тем не менее, вот когда где-то услышите, они лечат определенную проблематику, вдруг вспомните про курорты, это именно то место окажется, в которое захочется поехать. Озеро сладко-соленое, в озере смесь термальной воды пресной и морской, в озере разная температура, на поверхности порядка 26 градусов, а на высоте человеческого роста, то есть где-то, наверное, метра два, да, в глубину, это порядка 40 градусов, то есть там горячая прям вода. Интересное, необычное, очень дикое такое место, да, абсолютно природное. Для кого? Здесь у нас расположены два отеля, которые предлагают, помимо общеукрепляющих программ, помимо направления кожных заболеваний, но не так, как в Смордаке, да, оно такое идет как бы как сопутствующие, ну, просто потому что соленая вода морская, потому что вот есть такой эффект вот этого мертвого моря, да, какого-то такого. Основной спектр – это гинекология. Здесь успешно справляются с различными симптомами гинекологических заболеваний, с бесплодием, с восстановлением после различных гинекологических операций, то есть это такой вот, как говорят, курорт для женщин. Люди едут туда, когда отчаиваются родить ребенка. Я не знаю, как это медицински связано, не нашла никаких таких вот, ну, вот, да, четких мы хотим, чтобы у нас было прописано, что с чем борется и почему так влияет. Ничего такого не нашла, но тем не менее разговаривала и с румынскими коллегами, они говорили, что да, действительно уникальное совершенно место, в которое можно приехать, две недели провести в Савате, и все получится. То есть вот это я к тому, что у нас сейчас проблема-то, в общем-то, стоит, и люди мучаются и ищут, но вот прежде чем на что-то такое бросаться, люди все пробуют, да. Может быть, в такой ситуации, а почему бы не предложить, а вдруг получится, да, вот у людей же получается. Здесь у нас три отеля, один из них, как я уже говорила, закрыт на полную реконструкцию, не знаю, какой откроется, какая звездность будет. На момент у нас две, два четырехзвездочных отеля, объединенные единым медицинским центром. Вода в термальные бассейны, огромные совершенно закрытые термальные бассейны, вода подается из озера, здесь такая же система, как в Хевизе, вот, поэтому не обязательно купаться в озере, а, собственно, купальня на озере, она закрыта в зимний период, только летом работает, но клиенты отеля Инсана прекрасно могут сочетать лечение, с оздоровлением, в том числе и в зимний период. Из программ, здесь традиционная оздоровительная программа, общеукрепляющая, которая везде есть с обертыванием, с массажами, с ваннами, также везде есть, плюс программа гинекологическая, она с разным количеством процедур, это различные тампоны, обертывания, ванны, то есть разные варианты, именно по показаниям. Ну, и в завершение, я сейчас отвечу до туда обязательно вопросы, в завершение хочу сказать, что на рынке нас двое представителей компании Инсана, мы всегда готовы помочь, контакты я презентацию отправлю, потом мне должны прислать контакты, контакты перед вами, можно сфотографировать, куда-нибудь себе записать, пожалуйста, обращайтесь к вопросам, мы абсолютно за любые способы бронирования, у нас прекрасные партнеры DMC, прекрасные партнеры в России, туроператоры, и цены, наверное, у нас, как у представителей, мы цена отеля, да, вот когда меня спрашивают, через вас дешевле, нет, через нас не дешевле, через нас как в отель, то есть если вы понимаете, что у вас очень какой-то большой объем, ну, можно попытаться попросить, показать статистику, попросить какую-то повышенную комиссию, но опять же это не значит, что эти цены будут интереснее, чем цены наших партнеров, поэтому всегда я за то, что вы запросите и сравните, вот как я человек, тоже работающий в туризме, всегда сторонник этого подхода, надо спросить у всех, и выбрать то, что вам интереснее, но в любом случае, как бы вы ни бронировали, всегда бывают какие-то мелкие просьбы, всегда бывают какие-то вопросы, нюансы, пожалуйста, пишите, звоните, в WhatsApp всегда подключен, Viber можно написать, если там кто-то из нас не подходит, мы бываем на встречах, командировках, пишите, обязательно вам ответим. Вот, теперь про культурную программу, значит, про Марианские лазни, там более-менее все понятно, и где-то, наверное, примерно с начала мая по конец октября, и даже начало ноября, там прекрасная культурная программа, зимой может быть поспокойнее, ну, как на всех вот курортах, да, летом жизнь у нас как-то более активная. А что касается Словакии, в Словакии, как мне, для нас такая, может быть, более, очень близкая страна, но мало мы про нее знаем. Во-первых, это русский язык, во-первых, это очень комфортно, особенно комфортно для людей старшего поколения, они чувствуют себя абсолютно как дома. Здесь очень большое количество концертов, фестивалей в городке Пештиана проходит, часть фестивалей проходит в непосредственно на курортном острове, а есть веездные фестивали, музыкальные, то есть очень много, большой спектр различных развлечений, и знаете, у меня такой хороший, вот есть, у меня два примера есть с Пештианом, вот у меня осталось прям 4 минуты, сейчас расскажу кратко. Один пример мой личный, это я, когда еще не работала с этой группой отелей, отправляла туда маму, у нее очень серьезные были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, с ногой, после серьезной травмы, мама не ходила, на инвалидной коляске была, и доктор нам посоветовал, что надо найти курорт с серными грязями, мы ее туда вот, что-то с пальцем в небо вот-вот-вот нашли и отправили, и реально вот мы получили подтверждение, что через 21 день мама с палочкой на своими ногами пошла, то есть у нас вот, несмотря на то, что у нее противопоказаний, очень много, вот грязелечения к ваннам и так далее, но опять же, любое ваше медицинское лечение, любая программа, когда человек приезжает на курорт, начинается с того, что он приходит к врачу, рассказывает, что у него есть, и если ему что-то нельзя, то ему заменят эти процедуры, не надо вот как бы, да, бывают какие-то глобальные противопоказания, когда совсем нельзя ехать, всегда спросите, всегда напишите, иногда бывает, спрашивают прям огромный спектр заболеваний, и пишут мне, вы такой возьмете, я сама не решаю такой вопрос, я отправляю доктору, и спрашиваю, можно с таким, нельзя, есть ли ограничения, нет ли, эти всегда вопросы можно решить, просто к этому надо подойти, немножко может быть адресно, немножко так вот, ну вот с чувством, с толком, с расстановкой, что называется, что касается Словакии, очень много экскурсий, в том числе в Братиславу, в разные замки, у меня вот второй пример про Словакию, хотел тоже быстренько рассказать, ездила туда, моя хорошая знакомая, с мальчишками, 10 лет у нее два близнеца, и я когда собралась туда, я говорю, боже мой, что ты там с ними будешь делать, они у тебя там заскучают, папа с мамой там здоровье поправить, что они там будут делать, нет, они не заскучали, да, детских специальных программ развлекательных у нас нету, но есть детские программы, оздоровительные, хорошие ЛФК, ЛФК в воде, ЛФК на природе, велосипеды, прогулки, то есть у детей две-три процедуры в день тоже какие-то есть, они тоже чем-то заняты, они здоровье поправили, и в общем-то очень так вот мило провели время, плюс остров пешеходный, нет машин, то есть вот разные варианты такие вот досуга есть, ну и еще про культурную программу, все-таки лечение, вещь такая тоже непростая, процедур много, на культурную программу, ну если человек приходит лечиться, времени тоже, к сожалению, немного, но вечером всегда есть чем заняться. Еще раз им огромное спасибо, я очень надеюсь, что все запомнили новый бренд, что мы в вашем лице положим верных агентов, ваши клиенты станут, в том числе и клиентами отель Инсана, огромное спасибо, пишите, будем вместе решать, если есть какие-то вопросы, проблемы. Спасибо. 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 . Спасибо.